День за днём В Десногорске продолжается досрочное голосование за поправки в Конституцию Как минимум новая игровая площадка во дворе и совсем скоро Наверное, так думали жители дома 11А первого микрорайона в прошлом году В то время именно такую перспективу им обещали высокие гости, посетившие Атомград В прошлом году мы обращались к разным областным депутатам, нам все пообещали Прошел год, но нет толком никаких ответов, нет никакой детской площадки К нам приезжал Митрофаненков, приезжал Шапошников В этом году мы спрашивали, когда нам будет Нам сказали, что в этом году не планируется только на следующий год Итогом прошлогодних обещаний для этих людей стало время, проведённое в ожидании Но и этим летом ситуация не обещала измениться к лучшему Перспектива новой игровой площадки по-прежнему оставалась туманной По этой причине жители решили действовать другим путём Новая игровая площадка – очередной подарок городу от депутата Смоленской областной думы Михаила Ласенко при поддержке партии «Единая Россия» Он на своём примере показывает, что для благого дела не нужны громкие обещания Между тем, у жителей Десногорска нет причин дожидаться содействия благодетелей в решении городских вопросов В городе уже не первый год действует программа «Комфортная городская среда», благодаря которой можно благоустроить свой двор, в том числе и бесплатно Подобные условия доступны и при организации территориально-общественного самоуправления, сокращённо ТОС У нас появилось желание благоустроить территорию, и мы не знали, что сделать Мы обратились в администрацию, и она нам помогла Она сказала – сделайте ТОС Новая игровая площадка, работы по которой уже ведутся – это вторая победа за последний год для ТОСа пятый квартал Благодаря своей инициативе жители пятого микрорайона принимают участие в областных и федеральных конкурсах И в случае победы получают целевое финансирование Никаких средств для этого не нужно выносить, никаких абсолютно счетов открывать, расходов с вашего кармана не будет Благоустраивать свой двор и тем самым делать свою жизнь комфортнее можно по-разному И для этого есть более очевидные возможности, чем дожидаться исполнения данного кем-то обещания Но в любом случае без инициативы и личного участия никакого положительного результата точно не будет Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ 28 июня около 7 часов вечера в Десногорске произошла смертельная авария 47-летний водитель Митсубиши Пажера не справился с управлением Автомобиль пробил ограждение и упал на территорию плотины По словам очевидцев, оперативные службы прибыли уже через 5 минут, но спасти водителя не удалось От полученных травм он скончался на месте происшествия Стоит отметить, что скорость на данном участке дороги ограничена 20 км в час Возможной причиной аварии могли стать проблемы с сердцем у водителя 25 июня началось общероссийское голосование за принятие поправок в Конституцию На территории Десногорска работают 16 избирательных участков с 8 утра до 8 часов вечера Несмотря на возможность отдать свой голос на дому, такая услуга большой популярностью не пользуется Жители предпочитают лично посетить избирательные участки Для этого на местах голосования созданы все условия В том числе соблюдаются особые эпидемиологические меры Для участников голосования организованы индивидуальные пакеты, в которых находятся перчатки, маска, ручка В целях безопасности снята третья шторка с кабинки тайного голосования Для удобства ее не надо трогать руками, каждый раз открывать Финальным днем голосования станет 1 июля Этот же день объявлен выходным с сохранением заработной платы Тогда же на участках ожидают повышенную активность избирателей Желающие отдать свой голос есть и сейчас Конкретно на этом участке около 100 человек в день Голосуют активно, но больше всего, конечно, люди старшего возраста Это вот примерно где-то от 40-45 Вот молодежи как-то маловато В конце выпуска о погоде 30 июня в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза Температура днем плюс 25, ночью до плюс 15 Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин